Сегодня получила продолжение история с избиением людей на Старом Арбате в Москве. Два фигуранта этого дела теперь дают показания в суде, пока по административным статьям, но не исключено, что будет возбуждено и уголовное дело. О том, как езда без прав и без правил, довела до ареста. В репортаже Георгия Алисашвили. В суде герой скандального инцидента Эраст Матаев все отрицал. Никого не обижал, ничего плохого не делал, ну разве что нарушил правила дорожного движения. Да и то не он, а водитель. Девушки били, расскажите, пожалуйста, зачем телефон разбивать? Значит, я женщин не бью, я женщин люблю, как люблю свою мать, как люблю своих сестер. А телефон почему тогда разбили? Телефон случайно, я отмахивался от нападок, на меня напало 8 человек. Между тем, на многочисленных записях видно, как черный БМВ уверенно выезжает на Старый Арбат. Водитель Артем Ермаков не может не знать, что едет по пешеходной зоне. Позже выяснится, что неоплаченных штрафов за подобные нарушения у него десятки. Дорогая иномарка, непростые номера. Видимо, расчет был на то, что такой транспорт остановить никто не посмеет. Ведь Ермаков ехал даже без прав, недавно он был их лишен. А когда проходившая мимо девушка сделала нарушительную замечание, он и его пассажир выскочили из авто и на глазах у многочисленных прохожих набросились на нее. Ты что бабу трогаешь, а? Ты что бабу трогаешь? Москвичка Евгения Храпова получила несколько сильных ударов по голове. Мобильный телефон, на который она снимала все происходящее, был разбит. Досталось и мужчине, заступившемуся за девушку, после чего нападавшие вернулись в машину и неспешно продолжили свой путь. Пожалуйста, снимайте, что происходит. Пожалуйста, мне только что изделили. Мне разъедет телефон. Вы что делаете? И вот это от центральной улицы города. Сегодня Пресненский суд арестовал водителя на 15 суток за езду без прав. Но главным антигероем этой истории был другой подследственный, тот самый пассажир. Именно он, по словам свидетелей, избивал девушку и выбил из ее рук телефон. Им оказался Эраст Матаев, московский предприниматель. В недавнем прошлом сотрудник столичной мэрии. О нем известно немного. Любитель элитных иномарок, эстрадной самодеятельности и пространных интервью, в которых часто говорит о долге, чести и вере в Бога. И, кстати, о том, как нанимал на работу водителя. Когда мне надо было нанять личного шофера, я пригласил пятерых кандидатов на тест-драйв. Когда проезжали мимо церкви, перекрестился только один. Он и получил работу, несмотря на то, что вел машину хуже других. В отличие от своего религиозного водителя, бизнесмен Матаев пока только в статусе подозреваемого. В мелком хулиганстве. Дорогой премиум-класс машина, соответственно, такой же премиум-класс и номер. Возвышают человека, делают его, наверное, с его слов, неподвластным. Ко всем остальным людям может замахиваться на девушку, может вести себя по-хамски абсолютно, может и ударить, пнуть. Подобные происшествия все чаще попадают в оперативные сводки. Так что, кажется, две главные российские беды в одной истории гарантируют криминальный сюжет. К примеру, год назад в Екатеринбурге автохам, кстати, бывший следователь, сначала подрезал машину, которую ввела беременная, а потом зачем-то еще и набросился на женщину, за что получил 8 месяцев исправительных работ, чего явно не ожидал. Я свою вину признаю, я раскаиваюсь, но я не согласен с квалификацией, потому что никаких хулиганских побуждений не было. Другой случай в Петербурге. Инвалид первой группы, переходя дорогу, задел стоявшую на переходе иномарку. Разъяренный водитель не просто избил беззащитного пешехода, но и выбросил его в крюков канал. Пострадавший чудом выжил сам же водитель. Руководитель охранного агентства отделался штрафом в 300 тысяч рублей и обязательными работами. Впрочем, то, что подобные дела не спускаются на тормозах, как считают эксперты, во многом заслуга неравнодушных автолюбителей, которые снимают и выкладывают подобные записи дорожного беспредела в интернет. Сейчас, благодаря вот этим штукам, благодаря видеорегистраторам, которые есть у каждого второго, если не у каждого первого, все это становится достоянием Ютуба, общественности, сайтов и так далее. И очень хорошо. Хамство. Надо вытравливать вот именно такими способами. Наказывать. Снимать, выкладывать и наказывать. Еще одна нашумевшая история – гибель Олега Шепотковского, сотрудника Российской академии наук. Пожилой ученый получил пулю в лоб за то, что указал водителю внедорожника на неправильную парковку. Убийца, местный бизнесмен, осужден на 10 лет строгого режима. Сотни роликов в интернете со всей страны снимают нарушения не только случайные водители, но и сами нарушители. Первые взывают к ответственности, вторые убиваются безнаказанностью. На этом фоне поведение бывшего чиновника Матаева не кажется чем-то исключительным. Сам он сегодня был доставлен в Пресненский суд, но заседание перенесли на неопределенный срок. Георгий Алисашвили, Светлана Ведяшкина, Дмитрий Рунков, Лилия Зорина, Первый канал.